Приветствую вас. Конечно, мне кажется, что может, если понимают, что, ну, что за, так сказать, сказать, ну, за дальнейшее признание ему будет плохо. То есть, если есть страх, то он может искрыть. Вот. Страх, страх, он вообще довольно на многие вещи. Ну, как, людей, в этом, таких, такие вещи и таких людей, которых, казалось бы, эти вещи никогда не совершат. Ну, и люди, соответственно, тоже. Поэтому, дел здесь, мне кажется, немножко, знаете, в другом. Мне кажется, что дело здесь, ладно, не только, не только и не столько сделали сын то, что он сделал и, ну, скрывает он то, что он сделал или нет. Вот. Важно, важно немножко, мне кажется, другое здесь. Мне кажется, важнее больше то, почему эта вся ситуация вообще произошла. Важно. Мне кажется, важнее больше то, как такая ситуация, в принципе, стала возможной. Вот. Почему она, эта ситуация, в принципе, стала возможной. Вот что, в общем, мне кажется, важным. И на это, мне кажется, вам нужно обратить свое внимание на то, с чего бы ребенку в костях действовать таким образом. Ведь это, по сути дела, определенный сигнал ребенка, определенный его крик, определенный его способ сообщить вам, вам о том, что его что-то беспокоит. Вот. Например, ему не хватает вашего внимания, или, например, его сравнивают с другими. Или, слушай, вот вы пишите, что у вас дочь с трех лет, соответственно. Ребенок когда-то был на первом месте, сейчас он уже не на первом месте, сейчас он может чувствовать себя не таким нужным и не таким любимым, как раньше. Вот. И все это его, вне всякого сомнения, не знаю, понимаете вы, нет, но это травмирует. Вот. И то, что происходит, может быть его способом вам об этом донести. То, что происходит, может быть его способом вам об этом сказать. Таким вот нелепым, таким глупым, вызывающим, но единственным отмойным для вашего ребенка. Вот. И допрос, на мой взгляд, не лучший способ выстрелить отношения с сексами. Потому что вы его таким образом обращаете против себя. Вот. С одной стороны вы его обращаете против себя. С другой стороны вы подкрепляете его такую позицию, вы подкрепляете такую позицию, что если ты так сделаешь, то тебе будет наше внимание. Вот. Тебе будет наше внимание. И это очень серьезно, как мне кажется. Вопрос в том, опять, как мне кажется, что вы будете с этим делать? Как вы будете с этим обращаться дальше? Вот. И будете ли вы как-то с этим пытаться обратиться? Вот. Вот, пожалуй, то, на что я хотел бы обратить, ну, ваше внимание. С точки зрения психологии. Вот. То есть я, безусловно, понимаю ваше состояние. Понимаю ваше злость, возможно, на своего ребенка. Вот. Потому что он выставил вас, мягко говоря, в не очень хорошем свете и вообще, вообще. Но, на мой взгляд, эм... Важно давать детям помимо всего прочего и сами разбираться в ситуациях. Вот. На мой взгляд, важно давать детям самим решать, вот, какие-то вопросы, чтобы... учиться жить, эм... Понятно, что поддержка от вас, она нужна. Вот. Но поддержка от вас, мне кажется, должна быть очень тщательно выберем. Вот. И уж точно не проводить допрос. Эм... Потому что... Это ребенка травмирует с одной стороны и изгребляет негативное поведение в другой. плюс. А вы не смотрите, эм... Глубь с проблемой, да? Вы... Эм... Смотрите, ну, по сути, только вот на... Что? На... Внешнее проявление вы смотрите. Вот. Вот. Вы смотрите на внешнее проявление... Си... Ну... Ну... Ситуация. Вот. А... У... А... У... Внешних проявлений... Ситуации... Тоже. Вот. Если на это... Внимание не обращать. Вот. А мне кажется, что вы на это внимание не обращаетесь сейчас. То... Вы... Внимание. Правду. Вы проблемы не решите. Свою. Ну... В смысле... Не... А... Не... Не в плане... Не в плане, да? Свою. А... Проблему ребенка. Ну и свою тоже. И проблемы ребенку. Вы не решите. Таким образом проблемы. Вот. А... Вот, наверное, то, что... А... Хотелось вам... Сказать... А... Вот... Сейчас... В... В... С точки зрения... Вот... Психологии, в точки зрения психотерапии. Вот. В точки зрения моего опыта, который... Ну... У меня есть в точки зрения мировозрения. А вот... Моего... Вам, конечно, решать. Понятно, что вы всегда можете сказать, что, ну, это мой ребенок, я за него не формирую, и, наверное, вы будете правы. Вот. Это, мне кажется, так. Вот. Но, конечно, хотелось бы, чтобы все у вас было гармонично, то, что вы делаете, к сожалению, к сожалению, то, что вы делаете. Гармонию. Ну, не вся гармония. Это как штука. Вот. Поэтому я надеюсь только на то, что вы прислушаетесь к тому, что... Говорю я. Вот. Прислушивайтесь к тому, что говорят коллеги. Вот. И постарайтесь взять несколько консультаций. Вот. Для того, чтобы лучше понять себя. Вот. Лучше понять своего ребенка. Вот. Лучше понять отношения, которые... Ну, между вами складываются. Вот. И уже после этого возможно решать, как действовать дальше. Вот. Ну, то есть, в каких моментах, в каких аспектах действовать дальше. Вот. Потому что, в противном случае, в обратном месте, ребенку навредить. Вот. И проблем не решать. Думаю, что... Думаю, что... Вряд ли вам этого... Хочет. Вот. Ну, то, пожалуй, все. Я думаю, что... Можно... На этом... Мой ответ... Закончить. Вот. Я надеюсь, что... Я надеюсь, что... Вам это было полезно. Надеюсь, что... Вам это было интересно. Надеюсь, что... Надеюсь, что... Пишу для... Размышления. Я вам... Какой-то дал. Ну, я и... Коллега. Вот. Обязательно расскажите ребенку о своих чувствах. Обязательно. Постарайтесь... Сказать ребенку о том, что... Что вы чувствуете. Вот. Ну, в контексте... В контексте... Этой... Этой... Ситуации, да. И... Вот. Ну, именно... Если вот... Если вот... Если вот... Не... Не нападать... На... Него... А именно если... Постараться... Донести... Донести... До него... Этого... Ну, просто... Объясниться... Вот... Ну, в данном случае... Ему, да... Вот... Что вы... Чувствуете, что вам... Больно... Что... Что... Вам... Неприятно... И так далее... И так далее... И так далее... Вот. Который... Не чувствовал себя... В этой... Среди... Задей. Вот. Вот. Ну, и не забывайте о том... Для чего это все. То есть... Ну, в смысле... Вот. Зачем это все. Вот. Это... Тоже очень... Важный... Как мне кажется... Момент. Вот. Ну понятно, это важный момент, только если вы считаете его. Понятно, что если вы его, если вы его ваном не считаете, то он не важен. Вот. Вот такой ответ, надеюсь, что это было полезно вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Вот. Я желаю вам всего самого доброго. Вот. Я желаю вам всего самого лучшего. Я желаю вам удачи. И надеюсь, что ситуация будет самым и улучшимобором для вас разрешена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!